В мифической земле, в магическое время, судьба великого королевства легла на плечи мальчика. Его имя Мэрлин. Всем здравствуйте, друзья! Я начала своё видео именно так, как начинается каждая из 65 серий великого сериала, который был поставлен в Великобритании в 2008 году. И этот сериал, я думаю, что нам стоит с вами обязательно обсудить. Почему я хочу рассказать вам именно об этом сериале, который в английской версии называется «Приключения Мэрлина»? Ну, потому что, во-первых, наверное, самый главный резон, этот сериал транслировался на самом главном канале BBC One в течение четырёх лет. С сентября 2008 года, когда вышла первая серия, и до декабря 2012 года, когда последнюю серию показали как раз перед Рождеством 24 декабря. Ну, и, конечно же, фильм именно интересен тем, что там показан, пожалуй, самый любимый британский герой, король Артур, Артур Пендрагон. По-английски называется Arthur Pendragon. Так вот, истории об Артуре Пендрагоне настолько популярны в Великобритании, что, пожалуй, это самый любимый герой всех британцев. И огромное количество британцев каждую неделю с замиранием сердца ждали, когда же начнётся очередная серия этого приключенческого сериала. Ну, вы знаете, вообще-то это, конечно, сериал больше похож на сказку для взрослых, потому что там магия, колдовство, драконы, старинные замки, ведьмы и битвы рыцарей. Всё это присутствует в огромных количествах. И, кстати, вы, наверное, удивитесь, если узнаете, что именно известный и знаменитый рыцарь на белом коне – это и есть король Артур, друзья. И знаменитая история о мече в камне, который никто не мог вытащить, кроме короля Артура. Но не путайте этот меч с другим – эскалибуром. Этот меч подарила королю Артуру фея озеро. Уже, наверное, столетия все летописцы, историки и учёные всего мира пытаются всё же выяснить, а был ли на самом деле такой герой – король Артур. И вот столько разных версий. Наверное, действительно, каждый хочет что-то найти. И не удаётся даже выяснить, когда именно этот король Артур существовал. Кто-то говорит, что это был пятый век, шестой, кто-то говорит, что это был восьмой или девятый век. А вот летописцы уже более позднего времени – одиннадцатого, двенадцатого веков – они сложили ещё новые легенды о короле Артуре. И вот это всё, вы знаете, настолько завораживает. И до сих пор ещё ломаются копья по поводу того, откуда произошёл король Артур. Был ли этот герой в действительности? Ну и, конечно же, все эти мифы, они порождают новые и новые какие-то сюжеты и рассказы. И вот опять, как ни странно, король Артур появился и в наше время, в двадцать первом веке. И сейчас тоже очень много снимается фильмов о короле Артуре. Вы, наверное, знаете. Вот «Смерть короля Артура», «Меч короля Артура». Это всё большие сериалы. И тот, о котором я вам говорю, «Приключения Мерлина». Это тоже сериал о короле Артуре. Так вот, по легендам, когда король Артур зашёл на трон, он поселился в Камелоте и правил мудро, долго и очень справедливо. И тогда он организовал круглый стол, и рыцари круглого стола все были равны, и голос каждого считался и учитывался. И вот благородный король Артур защищал всех бедных и обездоленных, и народ любил своего короля. Потому что король Артур смог остановить и прекратить все набеги, все войны, все расприи между королевствами, которые существовали на протяжении столетий. И только во времена правления короля Артура воцарился мир и справедливость. Но наш благородный король Артур погиб в одном из сражений. И, как говорят летописцы, гибель короля Артура знаменует крах мира, основанного на законах рыцарства, и свидетельствует о крушении идеалов благородства и милосердия. Но говорят еще, что когда над смертельно раненым королем Артуром склонились убитые горем его рыцари, он улыбнулся и сказал им, «Утешьтесь, друзья мои, я ухожу, но я обязательно вернусь, когда я понадоблюсь Британии в самую трудную для нее минуту». И вот именно поэтому британцы обожают короля Артура и никак не могут отпустить его. И продолжают складывать о нем легенды. И сейчас, в 21 веке, как я уже сказала, король Артур вернулся вновь. Он вернулся на экраны телевизоров, на странице книг. И даже сейчас ходят такие слухи, что историки выяснили и нашли какую-то дальнюю-дальнюю родственную связь короля Артура и благородного семейства Спенсеров, старинный род Спенсеров, откуда произошла принцесса Диана, Диана Спенсер, любимица британцев и мать будущего короля Уильяма, как вы знаете. Так вот, еще одно совпадение. Полное имя принца Уильяма – это Уильям Артур Филипп Луи, что, наверное, не случайно. Потому что именно сейчас в Великобритании грозит распад. От нее хочет отделиться Шотландия. Так вот, многие британцы верят, что именно король Артур – это принц Уильям, который сейчас пришел для того, чтобы снова объединить британские земли и чтобы воцарился мир и справедливость. И вы знаете, что еще интересно? Что, несмотря на то, что король Артур – самый любимый персонаж британцев, королей Артуров больше в британской истории не было. И хотя первое имя принца – Уильям, но то, что он Артур, вы знаете, это, как говорится, неспроста. И верят британцы в то, что действительно король Артур воплотился в новом принце Уильяме или в будущем короле Британии – короле Артуре. Но, как говорится, по живому видим, друзья. А я хочу снова вернуться к фильму, с которого я и начала свой рассказ – фильм «Мерлин». Два главных героя нашего фильма – Мерлин, которого играет Колин Морган, и король Артур, которого играет Брэдли Джеймс. Оба артисты Великобритании, которые, как говорится, стали невероятно популярны после того, как начали с 2008 года показывать сериал «Приключения Мерлина». И постоянно на канале BBC в перерывах между сериями приглашали их вдвоем, красавчика Брэдли Джеймса и Колина Моргана. Они давали многочисленные интервью, и вы знаете, как говорят, что они даже стали закадычными друзьями и в жизни. Вообще, мне кажется, этот сериал «Мерлин» он очень неоднозначный. Но самое главное то, что он не оставит равнодушным все равно ни одного зрителя. Во-первых, очень добрый фильм. Во-вторых, красиво поставлены и эти места. Этот фильм снимался у Эльси, в Кенте и даже во Франции. Множество старинных замков, старинные крепости, которыми славится Уэльс, а также леса, горы, озера. Все это показано в фильме очень красиво. Ну и помимо того, конечно же, рыцарские бои, которых также множество. И наш прекрасный, знаменитый Брэдли Джеймс в роли короля Артура, как он прекрасно сражается и мечом, и копьем. Это тоже, конечно, надо отдать должное. Смотришь с удовольствием. Ну и, конечно же, мифические существа, которых тоже огромное множество в этом фильме. Драконы, единороги, змеи. В общем, кого там только нет. Сами, друзья, все увидите. Вообще, в этом фильме немножко другая трактовка всех этих мифов, потому что в большинстве мифов говорится о том, что волшебник Мерлин, он был учителем, и он воспитал короля Артура, и они не были никогда друзьями и ровесниками. А вот в этом фильме показано, что они ровесники, и что Мерлин прибыл, когда уже принц Артур был достаточно взрослым, и стал его слугой, стал ему прислуживать, и в конце концов практически посвятил всю жизнь для того, чтобы король Артур стал тем королем, которого ждала Британия. Надо сказать, что многие британцы, в общем-то, не приняли такую версию, когда великий знаменитый волшебник Мерлин показан просто подростком, каким-то юношей несмышленым, который учился колдовать во время этого фильма. Но, вы знаете, а мне наоборот понравилось, потому что я смотрела тоже Великий Мерлин, Ученики Мерлина, много сериалов британских о Мерлине также существует. Мне как-то не очень нравятся другие трактовки. Не все британцы приняли также вот эту вот версию о том, что любимая женщина короля Артура, прекрасная королева Гвеневра, его любовь на всю жизнь, его жена, она показана в этом фильме как служанка. но на самом деле во многих и многих легендах королева Гвеневра это была принцесса Шотландии, дочь шотландского короля. И она на самом деле была очень красивой, доброй, целомудренной девушкой. И помимо того, что король Артур ее обожал, ее также полюбил с первого взгляда рыцарь Ланселот, тоже известный рыцарь круглого стола. Ну и вот здесь тоже такая интересная история, что многие легенды говорят о том, что она просто была дамой сердца рыцаря Ланселота, а кто-то даже такие складывал легенды, что там она была его любовницей и бросила короля Артура несчастного. И создатели сериала тут, конечно, немножко обыграли эту тему, но они ее опять обыграли по-другому. Они показали любовь Ланселота к прекрасной Гвеневре, но они показали это немножко по-другому. В общем, все, друзья, вы увидите. Я не хочу забегать вперед. Но я хочу сказать еще такую интересную историю, что этот фильм, последняя серия пятого сезона, она должна была выйти как раз накануне Рождества, а именно 24 декабря 2012 года. Как сообщили создатели сериала, это будет последняя серия. И все с нетерпением ждали, чем же закончится эта великолепная сказка. И тут я хочу сказать, что те, кто не хочет услышать сейчас, чем она конкретно закончится, лучше прерывайте это видео, потому что я не удержусь, чтобы вам не сказать. Именно потому, что так много разных было там несостыковок в этом сериале. И часто так спасал волшебник Мерлин от гибели короля Артура. И так как мы за все это время так привыкли уже и полюбили прекрасного короля Артура, и мы надеялись, что волшебник Мерлин конечно же спасет нашего короля Артура, несмотря на то, что по легенде король Артур должен был погибнуть. Интрига держалась создателями сериала до последнего, и именно то, что хотели показать последнюю серию накануне Рождества, все ждали, что сказка эта закончится как-то прекрасно. знаете, как в диснеевских фильмах. Ну и что же вы думаете оказалось на самом деле, что нашего короля Артура не смог спасти такой знаменитый и великий волшебник Мерлин, и король Артур все-таки погибает. Сказать по правде, я, как и многие жители Великобритании, точно так же была очень разочарована и расстроена, и даже, вы знаете, всплакнула под конец, как мне было жалко короля Артура, но ничего не поделаешь, оказались создатели сериала очень жестокими, и они показали гибель короля Артура именно такой, какой она и была во всех легендах. Ну вот, друзья, я не уверена, что все вы досмотрели до конца мое это видео, потому что я предупредила, что скажу о том, чем закончится сериал, но надеюсь все-таки, что хоть кто-нибудь этот мой видеосюжет досмотрит до конца. Так я что хочу вам на прощание, друзья, сказать? я именно почему люблю такие фильмы, что они заставляют задуматься, а еще они, понимаете, дают очень много вам возможности что-то узнать историческое, и может быть, этот фильм натолкнет вас на то, что вы тоже заинтересуетесь судьбой короля Артура, которая так на сегодняшний момент никем до конца и не разгадана. Ну, а я не буду вас больше утомлять, друзья мои, я благодарю всех, кто смотрел мое видео, не забывайте ставьте лайки, пишите ваши комментарии, желаю вам всем всего доброго, берегите себя, пока-пока.